Ире 28 лет, 8 из которых она живет в психоневрологическом интернате с диагнозом шизофрения. Вообще-то Ира могла бы жить дома, но в какой-то момент родители устали. Маме надоело то, что я вот эти вот все гульбаню, гульбаню. Она меня взяла в психушку, закрыла. В психушке я пролежала 5 месяцев. Мама меня забрала, а потом говорит, нет, все, мне надоело за тобой бегать. Говорит, давай, буду оформлять тебя в интернете. Говорю, ну оформляй, что ты. Иру в интернат сдали обессилевшие родители, а другие здесь оказываются после детских домов или исправительных колоний. Самостоятельно люди с ментальной инвалидностью жить не могут, поэтому ПНИ, так сокращенно называют психоневрологические интернаты, это естественный переход из одного закрытого учреждения в другое. Это не больница, это их дом на всю жизнь. Но что известно об этой жизни? Михаил, пока, может быть, расскажешь, как у тебя дела? Нормально. Как настроение? Нормально. Нормально? Когда приезжай, нормально. Когда уезжай, это плохо. Куда приезжаешь? Судя хорошо, а туда ничего. Михаил из одного сыра интерната. Ребята каждую субботу ездят на ВДНХ. Здесь волонтеры из фонда «Жизненный путь» учат их готовясь, разговаривают с ними и делают поделки, которые потом продают на ярмарках. Все заработанные деньги получают жители интерната. Некоторые из них никогда раньше не держали купюры в руках. Как только эти деньги появились, то мы, собственно, увидели, в том числе, как прорисовывается некоторая личность внутри этих людей. Наши девушки конкретно с самого начала, очень многие говорили, а я вот хочу сумочку, а я вот хочу помаду, а я хочу лак для ногтей. Даже если их кто-нибудь возьмет с собой в магазин, им никто не позволит купить туфли на каблуках, потому что, ну, тебе зачем? Ты куда в них пойдешь? Просто этого выбора нету. Вот. В этом, как бы, очень большая проблема. Без этих денег ничего такого женщина в интернате позволить себе не может. Все вещи закупаются по тендеру. Одинаковые халаты, трусы, лифчики. Это первое, что поразило журналистку Ольгу Оленову, когда пять лет назад она начала ездить по ПНИ в составе группы общественного мониторинга. Мы стали спрашивать, а нижние белья тоже выдаемы всем? И для меня это был такой шок, я говорю, как вы выдаёте? Вы как-то подписываете, что, например, Наташины, извините, там, трусы, а это Машин? Нет. А как? То есть, а так, мы всех собираем, стираем, а потом всех выдаём. Это настолько возмутительно, что у женщины нет ничего своего, даже нижнего белья. А что, сложно подписать, промаркировать? Так кто ж этим будет заниматься? Да им всё равно, они говорят. Вот кого не спрашивают, говорят, вы думаете, им не всё равно, какие на них трусы, да им всё равно. Вот такое отношение. Ира вообще-то любит наряжаться, и ей повезло. Родители навещают её каждый месяц и привозят собственную одежду. Но средствами личной гигиены она сама распоряжаться не может. Смена прокладок, как и всё в ПНИ, по расписанию. Допустим, у меня начинается болеть живот, потом я иду в туалет, смотрю, опа, пришли зараза. Я сразу предупреждаю медсестру, она записывает, что вот, всё, пришли. Только, ага, у нас будет 6 утра, чтобы поменяться. Но если сильно идут, то нам дают памперсы, чтобы не протечь. По словам самой Иры, в интернате ей нравится больше, чем дома. За 8 лет у неё появились друзья и даже молодой человек. Мы спокойно можем посидеть пообнимочку, поцеловаться, пообниматься. Персонал всё знает. Что я хочу ребёнка. Они всё знают. Им даже со мной разговаривать не надо. Они такие, ну ничего, говорит, выходи отсюда и рожай. Но беременность в интернате – это ЧП. Об этом рассказывает Юля. До 34 лет она жила в ПНИ, а 4 года назад оттуда ей помог выбраться Питерский фонд «Перспективы». Так как она сирота, город выделил ей жильё. И теперь у неё есть своя небольшая квартира с той терьером и попугаями. Да, там были пары, жили с этими детьми. Но у них потом, правда, забрали этих детей. Просто приехали и сказали, вот ты не можешь за этим ребёнком ухаживать. Давай будет ребёнку лучше в этом, как его, в дом. Ну, где там дед. Вот, и забирали. По закону дети не могут жить во взрослом интернате. Поэтому беременных женщин их часто заставляют сделать аборт. А если уж родила, то вынуждают отказаться от родительских прав. Я знаю случаи, когда женщине во время, то есть вот она родила, ей во время Кесарева, перевязывают трубы маточные, чтобы не было больше беременности. То есть стерилизуют. Я знаю случаи, когда женщина не знала. То есть это было сделано не с её согласия. Хотя потом всплыла бумажка, в которой якобы она расписалась. Но сама женщина говорила, что она не знала. То есть она была уверена, что у неё ещё будут дети. Это такое отношение нацистское. В нацистской Германии были программы по стерилизации женщин, по убийству женщин. У нас до убийства не дошли, но стерилизация применялась. И вот это страшно. Это ужасно. Советская система психоневрологических интернатов решала проблему нежелательных беременностей разделением. Существовали отдельные интернаты для женщин и мужчин. Они есть до сих пор. Это единственный в Санкт-Петербурге так называемый женский интернат, в котором проживает более 700 женщин. Только женщин. Там нет ни единого мужчины. Светлана Мамонова из фонда «Перспективы», который занимается помощью людям с ментальной инвалидностью, рассказывает, что по статистике из 550 интернатов 36 чисто женские и 70 чисто мужские. А в сентябре на сайте госзакупок появился еще один тендер на строительство женского интерната на 400 человек в селе Некрасовка Хабаровского края. Мы говорим, как так? Мы же вроде вместе с вами на протяжении нескольких лет обсуждали и, по-моему, нашли консенсус, взаимопонимание, что систему нужно менять. Зачем строить снова вот такие огромные фабрики несчастья? Общественники посчитали, что такой подход нарушают Конвенцию о правах инвалидов, которую Россия ратифицировала в 2006 году. И запустили флешмоб «Стоп ПНИ, нет ПНИ Хабаровск». Ведь интернат, по сути, ничем не отличается от женской колонии, только заперты там сплошь невинные люди. Это психоневрологический интернат. Два года назад художница Катрин Нинашева 23 дня проходила в очках виртуальной реальности, показывая всем, как выглядят психоневрологические интернаты изнутри. Что делает система ПНИ с человеком? Она, в общем-то, учит его не хотеть, не думать, не мыслить, не выражать свою позицию. И это такой мощный тоталитарный институт, в который, на самом деле, может попасть абсолютно любой человек. Нинашева была одной из тех, кто выступил против строительства Хабаровского ПНИ для женщин. Ведь ее саму во время акции против системы ПНИ задержали и отправили в психиатрическую больницу. Не было изначально освидетельствований, у меня сразу забрали всю одежду, сразу забрали все мои вещи, в общем-то, почему-то санитары были уверены, что я проведу в психиатрической больнице какое-то большое количество времени, меня обмыли, и вот это вот тоже, как бы, когда ты не можешь даже помыться сам, это тоже про ту самую, как бы, страшную выученную беспомощность, которую тебя пытаются научить. Психушкой пугают и жители ПНИ, это нечто вроде наказания. Юля Калаева с ужасом вспоминает, как ее отправили туда за то, что она отказалась стричь ногти. Потом, когда меня привезли в интернат, они мне устроили тюрьму. Были две кроватки, тумбочки две и столик, по-моему, там был, подоконник, и стекла были заклеены, ни улицы, ничего не видно было. И дверь на ключ закрывают. Чтобы начать жизнь вне интерната, как Юля, нужно, чтобы тебя сначала признали дееспособным. А потом ты еще должен доказать, что можешь жить самостоятельно, и у тебя еще есть своя квартира. Поэтому для большинства жителей интернатов ПНИ это навсегда. Выбираются единицы. Продолжение следует...